В Брестской детской областной больнице состоялось награждение сотрудников, приуроченное к профессиональному празднику – Дню медицинского работника. Все они, несомненно, заслужили много слов признания и бесконечную благодарность в свой адрес. Мы все еще живем в период пандемии. Сегодня в Беларуси насчитывается 409 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 401 тысяча выздоровели. Кто-то перенес эту болезнь легче, кто-то сложнее и все еще страдает от ее последствий. Каждое медицинское учреждение столкнулось с этой инфекцией лицом к лицу. Стойко держала бой и детская областная больница. Мы тоже включились практически сразу, вынесли часть приемного отделения. Все с температурой, с предположаемой пневмонией и так далее. Это же вероятный ковид. Они все были у нас. Я вам скажу, цифры за прошлый год – это около 2000 детей, которые к нам поступили. Около 300 с лишним – это были выявлены ковидные дни. Кто-то переводился в инфекционное отделение, кто-то успевал у нас вылечиться и выписаться. Более того, были моменты очень маловозрастных детей, трехмесячных, которые мы, в принципе, никуда не отдавали. Выделили бокс и реанимацию, потому что эта помощь очень специфична. И я горд тем, что наши люди справились. Тех неблагоприятных исходов у нас нет в этой инфекции. Вообще жизнь стоит на месте. Все идет, слава Богу, в лучшую сторону. Хочу в этот день пожелать здоровья нашим пациентам, нашим сотрудникам. Поблагодарить за работу своих сотрудников в отделении. Поблагодарить, конечно же, и администрацию, и коллектив за то, что оценили мою работу и наградили такой высокой наградой. Не так давно в этой детской областной больнице побывал архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Он совершил молитву за всех тех, кто на деле исполняет заповедь о любви к ближнему. А также наградил патриаршами, экзаршами и архиерейскими наградами порядка 60 врачей. Владыка от себя лично поблагодарил каждого медицинского работника за их нелегкий, непрерывный, кропотливый, связанный с риском для жизни труд. Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн уделил внимание каждому учреждению здравоохранения, принявшему бой с COVID-19. Накануне он также посетил Брестский областной онкологический диспансер. Владыка совершил священную молитву за всех тех, кто работает в этой больнице и изо дня в день борется не только с COVID-19, а с самым страшным и порой неизлечимым недугом – онкологией. Они, врачи-онкологи, каждый день своей собственной жизни отдают на борьбу за жизнь других людей. Врачи оказывают помощь ближнему, используют тот талант, который дал им Господь, и это называется служением, служением ближнему. Служение ближнему – это значит служение самому Господу. Поэтому они делают великий труд, подвиг, совершая свое служение, помогая людям, врачуя людей, помогая людям быть здоровыми для того, чтобы трудиться на благо ближнего, на благо нашего возлюбленного Отечества. От лица православной церкви Владыка благодарил всех сотрудников больницы за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией и онкологическими заболеваниями. Медали Кирилла Туровского и Фросиньи Полоцкой, архипастерские грамоты и благодарности были вручены в этот день самым достойным людям – врачам. Как нас когда-то готовили, любой врач должен встретить любую болезнь, прежде всего мобилизовавшись именно сам. Так и в нашем случае мы долго готовились к тому, чтобы принимать пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. В какой-то момент нам пришлось мобилизоваться и тоже часть нашего диспансера перепрофилировать для оказания помощи инфекционным пациентам. Это продлилось не так долго, чуть больше месяца, но достаточное количество пациентов прошло через наше учреждение. Все медицинские работники во время работы в этот период, работы в ковиде, они проявили огромный свой профессионализм. Они все свои знания, все свои умения и все свои навыки в полном объеме, они показали все, на что они способны. Они исключительно все выложились абсолютно на все сто. Перепрофилироваться нужно было быстро, изучать, нужно было много чего. Времени у нас было мало, но мы достаточно плодотворно провели обучение. И люди были очень заинтересованы, и люди очень хотели помогать. Алена Меневич, Александр Воронин, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.